МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утром 19 декабря в областном центре прошёл рейд по проверке легкового такси. Сотрудники ДПС, а в рейде участвовало несколько патрульных автомобилей, пояснили цель проверки обеспечения безопасности перевозки пассажиров. Беспокоит и аварийность вождения таксистов. Такие дорожно-транспортные происшествия, к сожалению, участились. Причём участились не только на территории нашего региона, но и в других регионах. Поэтому контроль за ними будет всё больше и больше проводиться. – Водитель такси без разрешения. – Какое должно быть разрешение? – На право перевозку багажа и пассажиров. – Вы давно подрабатываете в такси? – Недавно. – Недавно? Как? Несколько месяцев как? – Да. – Вы знали, какие документы нужны? – Ну, я не знал, я подключился в парке. Уже за первые 15 минут рейда сотрудники ГИБДД выявили несколько нарушений законности коммерческой деятельности. Нарушения фиксируются разные. – В первую очередь нарушения ПДД. Далее смотрим водителя, который осуществляет коммерческую деятельность. Он должен иметь как минимум лицензию и, соответственно, в восстановленных случаях российское национальное водительское удостоверение. – Много водителей, которые приехали из Южных Республик и не имеют это российское удостоверение? – Как показывает практика, такие водители довольно часто встречаются на наших дорогах, поэтому эти мероприятия и проводятся в целях исключения подобных фактов. – Какое нарушение, скажите, здесь? – Ну, сейчас возьмем объяснение с пассажиров, вызывали они такси или не вызывали, и дальше будут брать студенты. – Нет каких-то документов? – Нет, документы все в порядке. Просто посмотрим, легальное такси или нелегальное. – А вот по телефону вызывали? – Да. – А сприншот можно, вот, посмотреть? А то машина, какой водитель. – Составляются протоколы, что штраф? – Будет назначено административное наказание, однако сотрудниками составляется протокол, направляется суд, а уже на усмотрение суда будет вынесен либо штраф, либо что суд решит. Отсутствие техосмотра, путевого листа, медосмотра и зимние резины – это только начало длинного списка нарушений. 18 декабря в Госдуму внесен законопроект, предлагающий уравнять агрегаторов такси с перевозчиками. В документе отмечено, такси сегодня играет важнейшую роль. В ряде населенных пунктов оно выполняет функцию общественного транспорта. Вместе с тем в последнее время значительно вырос нелегальный рынок таксоперевозок. – Часто такие проверки у вас на дорогах по такси? – Еженедельно. – Да? Вы все по закону? – Конечно.